МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С главными событиями четверга, 27 июня, в студии Олег Хатанзейский. Смотрите сегодня. Не прятать от водителей дорожные камеры, в прямом смысле вывести автомагистрали из тени итоги заседания Госсовета под руководством президентов, в котором принял участие Александр Цибульский. Как изменятся местные дороги и какой определен срок? Наказание не избежать региональная прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела по факту хищения дизельного топлива в поселке Амдрама. Речь идет о 17 миллионах бюджетных рублей. Что может грозить виновным? Ушли на каникулы депутаты регионального парламента. Сегодня провели крайнюю перед отпуском сессию. Народные избранники рассмотрели 19 законопроектов. Какие именно? За личный вклад в социально-экономическое развитие округа в регионе отличившимся гражданам впервые вручили юбилейные медали. Их получили 85 человек. Кадры с торжественной церемонии награждения. С 16 или 21 в России могут изменить возраст, наступлением которого человек считается совершеннолетним. Больше пока склоняются к снижению, с чем связаны возможные перемены и что говорят эксперты. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Губернатор региона Александр Цибульский принял участие в заседании Госсовета под руководством Владимира Путина. На этот раз оно было полностью посвящено развитию дорожной сети в России. Глава государства напомнил, данная тема целый набор направлений, выделенных в отдельный нацпроект. Безопасность, ремонт старых, строительство новых дорог и мостов. Работы много. Все это необходимо сделать до 2024 года, заявил президент. Между тем, нужно привести в порядок 45 тысяч километров региональных дорог и 30 тысяч километров улиц. В центре внимания и безопасность так Владимир Путин призвал не прятать от водителей передвижные видеокамеры наблюдения. Он считает, что их часто используют не для повышения безопасности, а для увеличения количества штрафов. Теперь несколько слов о камерах. О камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги, хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимаются, знали, услышали. Цель их установки – это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок. Еще один нюанс, непосредственно влияющий на безопасность на дорогах, это их освещенность. Точнее, недоосвещенность, заявил глава государства. С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломерации практически на всех дорогах кромешная темень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, и надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств. Ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия. И она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям. За такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом. Я прошу всех, безусловно, всех, кого я сейчас упомянул, согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог. И, конечно, нужно определиться с темпом, с пошаговым решением этих задач. Что, где, когда нужно в первую очередь начать освещение. Что касается региональных автодорог, то президент заявил, каждый субъект в ближайшее время должен принять свою программу развития транспортных артерий. Причем не декларативную, а реалистичную, нацеленную на результат. Итак, напомню, привести в нормативное состояние предстоит тысячи километров как федеральных, так и региональных трасс. На эти цели правительством будет выделено около 4,5 триллионов рублей. Добавлю, в Ненинском округе в рамках реализации национальных проектов уже приняты региональные программы развития дорожной сети. В наших выпусках мы регулярно рассказываем об существующих конкретных программах, мероприятиях и перспективах. Другим темам. По факту хищения дизельного топлива в Андроме возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается в 17 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. По информации надзорного ведомства, ранее в управлении МВД по факту хищения дизельного топлива было принято решение об отказе в возбуждении дела в связи с отсутствием события преступления. Прокуратурой данное решение признано незаконным и отменено. По требованию прокурора возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 4, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело расследуется следственным отделом УМВД России по НАО. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Продолжение следует... Параметры окружного бюджета на 2019 год увеличены более чем на 870 миллионов рублей под доходом, а по расходам более чем на 1 миллиард 200 миллионов. Средства распределены между департаментами. Так, с учетом внутреннего перераспределения средства на 610 миллионов рублей увеличено ассигнование Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта. В том числе увеличены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. 300 миллионов рублей на автодорогу Усинск-Нарьинмар, 67 миллионов на ремонт дороги на участке 60 лет СССР до Рыбников, 80 миллионов рублей городу Нарьинмару на ремонт дорог по улице Мира, торговый проезд и переулке Макарабаева, 49 миллионов на школу на авиаторов, 70 миллионов на строительство детского сада в поселке Несь, 181 миллион на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 124 миллиона на субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и коммунальным услугам. Помимо окруженных денег на реализацию части строительных проектов направлены и средства во Федерации. Оттуда плюсом в бюджет округа пришло почти полмиллиона рублей. Напомню, на условиях софинансирования строится школа на авиаторов, дорога на Усенск и другие объекты. Это очень серьезное подспорье для выравнивания нашей бюджетной обеспеченности внутри региона. И я, насколько понимаю, Александр Витальевич Цыбульский этой проблематикой занимается достаточно эффективно. И если раньше мы говорили о том, что у нас привлечение средств и создание бюджета было достаточно проблемной ситуации, то сейчас уже на протяжении двух лет эта проблема у нас решается достаточно серьезно. И сейчас, как вы услышали в докладе, мы должны выйти на 2,5 миллиарда по году. Более чем на 200 миллионов рублей в бюджете округа текущего года увеличены и ассигнования Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты. Из этой суммы 119 миллионов будут направлены бюджетным учреждением на приобретение основных средств и проведение ремонтов в Нейнской окружной больнице и поликлинике Заполярного района. На 63 миллиона увеличены бюджетные средства на социальную поддержку населения. Сегодня где-то 210 миллионов выделяется для данного департамента. В том числе выделяется средство для приобретения лекарств для онкобольных. На самом деле это очень большая проблема. Если у нас было за 4 месяца использовано средство 16 миллионов, то еще необходимо будет у нас заложено 20, у нас еще необходимо где-то 28 миллионов. Непосредственно только для лекарств, для онкобольных. Это на самом деле очень большая проблема. Затем не хватало для операционного нашего отделения и также для остальных не хватало расходных материалов, на которые также внесены дополнительные средства. На 141 миллион рублей увеличено ассигнование с учетом перераспределения Департаменту образования, культуры и спорта Нейнского округа. В том числе увеличено на 60 миллионов субсидий бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам для 48 учреждений, школы, детские сады, библиотеки, спортивные залы и другие. На 48 миллионов увеличено субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств и проведение ремонтов для 36 учреждений. 29 миллионов выделено дополнительно на охрану 40 учреждений с целью обеспечения антирористической защищённостью. Также принято решение увеличить бюджетное ассигнование на субсидии сельхозтоваропроизводителям и предприятиям торговли Нейнского округа. Там идёт увеличение субсидий для производителя хлеба. Почему? Потому что с 1 мая поменяли несколько ставки в сторону увеличений для производителей хлеба за одну тонну произведённой продукции. А также на 33 миллиона у нас увеличена субсидия для производителей молока. То есть это была проведена большая работа. В мае месяце увеличивается субсидия на 1 литр произведённого молока с 50 до 85 рублей. Правда, пока это на 4 месяца. Но мы посмотрим в этот период, всё-таки есть положительная динамика или нет. И тогда будем уже дальше предусматривать какие-то средства. Кроме того, в принятом сегодня документе предусмотрены средства на индексацию должностных окладов работников государственных бюджетных учреждений с 1 августа этого года. Мария Владимирова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нейнском округе впервые вручили юбилейные медали жителям, внёсшим вклад в развитие региона. Церемония награждения состоялась во Дворце культуры Арктика. Тем продолжит Наталья Кислякова. Нина Васильевна Алсухева 55 лет отдала преподаванию. Начинала с учителя начальных классов в первой школе, где проработала 11 лет. Затем получила высшее образование и была переведена в школу-интернат на должность учителя биологии. Нина Васильевна проработала там более 40 лет. Занимала должности завуча, а потом и директора учебного заведения. Мечта моя была в своё время, что я буду учитель биологии, создам кабинет, зимний сад у меня будет, в общем, живой уголок, создам всё, что необходимо для повышения знаний наших детей. К слову, у Нины Васильевны всё получилось. Преподаватель своими силами собрала коллекцию растений, а также создала живой уголок, где были все виды позвоночных животных. Надо сказать, что все, кто учились у меня, и те, кто уже теперь после выхода на пенсию помогают готовиться к ЕГЭ, все поступают и дают очень хорошо. Я очень рада, потому что приятно, когда встретишь, и все к тебе бегут, и все радуются, и благодарят за то, что я такая была. Церемония награждения прошла в рамках празднования 90-летия со дня образования немецкого округа. На торжество пришли представители власти со словами благодарности и поздравлениями. И вот сегодня здесь сидят очень известные, заслуженные люди, которые действительно всей своей жизнью, трудом, профессионализмом доказали служение своему округу. Поэтому для нас, для собрания депутатов, это высокая честь сегодня присутствовать на этом мероприятии и сказать вам огромное спасибо за все то, что вы сделали. Ну и мои коллеги депутаты еще хотели сказать только одно. Вы заслужили эти награды. Обладателями медали стали 83 жителя округа, чья трудовая и общественная деятельность принесла значимые результаты в различных сферах жизни, а также те, чей труд способствовал повышению авторитета региона в Российской Федерации и за ее пределами. Но лицо каждого региона – это его жители. В округе живут прекрасные люди, люди, работавшие, работающие на благо округа, люди, воспевающие округ, люди, делающие его крепче и состоятельнее. Разрешите сегодня от имени губернатора Нимского автономного округа Александра Витальевича Цибульского и от себя лично поздравить вас с юбилеем округа, с юбилейными наградами и пожелать вам здоровья, счастья, мира, тепла, благополучия вам и вашим близким. Добавлю, вручение юбилейных медалей состоялось впервые. Награда учреждена в конце 2018 года губернатором Нимского округа Александром Цибульским. Наталья Кислякова, Антон Водоряков, Телеканал «Север». Сегодня в России отмечается День молодежи. В преддверии его активно заговорили о снижении возраста наступления совершеннолетия. Поднял тему глава Росмолодежи Александр Бугаев. Насколько это целесообразно? Найдет ли данное предложение поддержку в России? В свою очередь, глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что вопросы изменения возраста совершеннолетия регулярно появляются в повестке Госдумы. Речь идет и о снижении до 16 лет, и о повышении до 21. Каждая инициатива имеет свое обоснование, связанное либо с ранним интеллектуальным развитием современной молодежи, с желанием участвовать в выборах, либо с ограничением для граждан младше 21 года доступа к табаку и алкоголю. Нынешний возраст наступления совершеннолетия отражает российские реалии, однако в законодательстве есть инструментарий для более ранней эмансипации молодежи, заявил Дегтярев. Понижение возраста совершеннолетия повлечет за собой раннюю трудовую деятельность, призыв к службе в армии и создание семьи подростками с неокрепшей психикой, полную уголовную ответственность и другие последствия, заявил Дегтярев. И сегодня в связи с празднованием в России Дня молодежи на всей территории Ненинского округа действует запрет на продажу любой алкогольной продукции. Он продлится ровно сутки, об этом сегодня сообщили в региональном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. В профильном ведомстве отметили, цитирую, «Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя, осуществляемую организациями и предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, то есть в кафе, барах и ресторанах. Добавлю нарушение установленных ограничений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч с конфискацией алкогольной продукции». Архитектура нашего города постепенно преображается. Деревянные строения становятся все меньше. На их месте возводят современные многоэтажные здания. О том, как проходит снос домов, а также о планах по застройке и благоустройству Наринмара расскажет Наталья Кислякова. Для того, чтобы дом был признан аварийным и подлежал сносу, необходимо пройти несколько этапов. Изначально происходит осмотр здания. Оценивается состояние фундамента, стропильной системы и основных несущих конструкций. По факту проверки, в случае если 60% износа дома, он подлежит сносу. Исходя из этих параметров, определяется порядок сноса зданий. Далее подаются соответствующие сведения в администрацию округа, количество домов, которые необходимо снести, а также количество квартир и их метраж. Из года в год цифра деревянных строений неизменно падает. В 19-м планируется порядка 20 домов. Мы сейчас начали эту работу, сейчас уже 3 дома снесли, зачистку производим. И каждый месяц будем сносить там 3-4 дома. Но это к концу года у нас должно быть примерно порядка 20 домов. 19-20. У нас есть установленный перечень домов, которые будем сносить. Вот идем по этому порядку. Есть, конечно, дома, которые мы уже практически расселили, но есть дома, которые мы не можем там жителей выселить по разным причинам. Но больше это не соответствует соответствующих площадей. Например, у кого-то там было 90 квадратов, но нет таких квартир. Да, я примерно говорю. На месте ветхих деревяшек, старых сараев и пустырей появляются новые здания и объекты инфраструктуры. Вместе с ними изменяется и облик Наринмара. Одним из таких преображений станет больничный городок. Сейчас там расположена Ниницкая окружная больница на 13 отделений. Скоро здесь появится еще одно – инфекционное. На сегодняшний день ведется проектирование здания. Начало стройки запланировано на 2020 год. Окончание – в 2022. Вот здесь на пустыре ведется проектирование. Это инфекционного отделения. Значит, мы должны проекты получить в этом году и будем заявляться на федеральные средства. И также планируется начать перестройку к основному корпусу больницы. На данный момент в окружной столице находятся 14 объектов застройки. Многоквартирные дома возводятся по улицам Полярная, Пырирка, Октябрьская, Авиаторов, Рыбникова, Монтажников, Полярная, Баучейская, Первомайская, Ленина, а также Ясли, Садна, Меньшикова. Впрочем, стройки идут не только в городе, но и в окружных селах. В сельских населённых пунктах у нас идёт строительство, в Красном идёт строительство, в ОМИ будет в этом году строительство проводиться, в Коткино предприниматель хочет выйти на строительство, он за год, в прошлом году смог построить дом. В этом году хочет построить четырёхквартирный дом. Также в Усть-Каре с предпринимателями вместе с определенным районом отрабатываются вопросы по строительству в Арнаке. Добавлю, по словам специалистов, уже через 10 лет ветких аварийных строений не останется. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Олег Богомолов, Телеканал Север. На этом наш выпуск завершён. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова